Виктор Михайлович 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 именно в этих корпорациях. Но есть и вещи. Такие, которые все-таки должны работать на экономику. Более, наверное, рационально. Мы знаем, что не везде эффективно пользуются этим ресурсом. А вообще речь идет о полуприватизации? Да нет. Небо все-таки у государства останется? Абсолютно нет. Наверное, все понимают, что у нас просто умница президент. Трезво понимает, что это в руках его экономическая дубина. Политическая дубина, экономическая. И прежде всего, наверное, еще и на международном уровне мы этим орудием пользуемся. Это его инструмент. И он не выпустит его до конца из рук, чтобы сегодня... Я думаю, нельзя отдать газ полностью чьи-то руки. Да, и завтра президент не имеет шанса влиять на политическое арене. Сопряжена экономика с политикой. Нефть отчасти. У нас есть часть частных компаний. Пожалуйста, работайте на этом рынке. Мы разрешили зайти и на газу, и на газе, и на нефть, и еще что-то. Но должны остаться и рычаги у государства, где мы можем получать сверхприбыли и закачивать их в социальную схему государства. В то же время, понимая, что мы можем больше получать прибыли, когда появится частный хозяин, конечно, это надо сделать. Ну, вот я бы в той части, которая касается приватизации, конечно, такие сферы отдал бы на рынок. Рынок отдавать те сферы, которые не влияют на безопасность страны. Отдавать надо. Однозначно. Виктор Михайлович, ну, например... Чиновник не может быть до конца эффективным, распоряжаясь государственными, народными деньгами. Ну, вот на примере вашей компании РЖД, в которой вы посвятили большую часть, ну, огромную часть своей жизни. Вот давайте представим, она полностью в частных руках. Вот еще в прошлом году возникала проблема не только в Хакасии, но и по всей стране, да, передвижение тех же междугородных электричек, пригородных, да, электричек. Пригородных перевозок. И если бы не волевое решение президента, то есть мы бы до сих пор их не имели, да. Вот в данной ситуации отдали в частные руки. И что дальше? Она не в частных руках, главный акционер все равно государства. Не отдали. Почему такая есть дисциплина? Слушается сразу президента, да? Ну, потому что есть основная доля, это государственная доля. То есть она остается доля? Остается, остается. Ну, я думаю, даже вопрос не в пригородных перевозках, да. Это безопасность страны. Критерии, которые, по которым идет оценка в рамках безопасности этой отрасли, это самая важная отрасль. Перевозка войск, перевозка опасных грузов, дислокация, передислокация и многое-многое, что и другое. И мы знаем даже, самое страшное, чего боялись западный блок, это ракеты, размещенные на железнодорожном ходу. А мы к ним возвращаемся. Конечно, это государство должно быть. И рычаги, я больше чем уверен, президент и верховный главнокомандующий для себя оставит. И у нас есть и Совет Безопасности, и министр обороны, которые видят, смотрят, следят за этими вещами. Ну, есть много там отраслей, которые могут выйти на рынок. Но главное, пути, движение, формирование идеологии должно остаться за государством. И там останется. Ну, а другие отрасли, нефтедобыча, газодобыча, конечно, должно быть в какой-то дифференциации поделено. И влияние, конечно, тоже государство надо оставить. Мы трезво с вами понимаем, кто нас защитит. Кто завтра защитит пенсии. Скорее не бизнес, конечно. Да, не обижая никого. У бизнеса, ну, это каждая личная составляющая, о чем я там говорил. Семья, вот, личные амбиции. Прежде всего, он думает об этом, потом уже думает в какой-то мере о безопасности государства. Спасибо, Виктор Михайлович. Ну, давайте все-таки вернемся ближе к нашей любимой Хакасии. Второй год уже непростой. Шестнадцатый, говорят. Ну, и, в общем-то, есть предпосылки к этому, что будет еще сложнее. Вот на что вы делаете ставку в работе в этом году именно в нашей республике? Может быть, какие-то конкретные отрасли, какие-то посылы у вас есть непосредственно для кабинета министров, но и вообще для жителей республики. Как нам жить в этом году? Посыл, наверное, вы отчасти слышали, что очень жесткий будет, да. Ну, это для тех людей, которые сегодня во власти, нужно работать гораздо эффективнее. В таких ситуациях мы сами видим, что происходит в центральной власти. Мы видим, как формируется быстрое мнение общественности. Я тоже являюсь частью общественности. Правда, не надо разделять. Мы тут же на местах живем, как любого члена общества, и имеем право суждения о тех или иных структурах. И я должен тоже быть честен и говорить. Я не очень доволен работой сегодня тоже в федеральном правительстве. Ну, зачем нам такие было создавать долги? Ну, зачем вы нас держите в таких долгах? Мне непонятно это. Как главе республики, так человеку. Мы сейчас о Хакасии, Виктор Михайлович. А я о Хакасии говорю. Это главная проблема сегодня для Хакасии. И не мы ее создавали в Хакасии. Я не хочу оправдания для себя искать там, да. Мы трезво понимаем, что мы формировали затратную часть, исходя из позиций центра. Вы смело человеку. Вы сейчас открыто критикуете федеральные власти. Нормально. Человек, я об этом и там заявляю, просил, давайте эти шаги сделаем. Сегодня, я знаю, что сложно. Очень сложно. Нет денег. Вроде нет денег совсем. Но мы сегодня такие деньги платим за проценты, за кредиты. Мы кредиты брали, не дырки зашивать свои. Мы брали, выполняли те установки, которые были в центре. И свои. Мы выполняли социальные обязательства перед населением. Мы их выполнили, честно, как могли. Взяли кредиты, все закрыли, сделали. Случился кризис. Не поступили дополнительные ресурсы в бюджет. Мы, в свою очередь, республика Хакасия, какой бы тяжелый ни был, 15-й год, мы нарастили налоговую базу. Почти на миллиард добавили. Для нас это были грандиозные деньги. Но нам не хватает. Мы за три года потеряли почти 12 миллиардов. Каждый год мы на 6,5 миллиардов только за один год провалились. А нагрузки дополнительные на социальные обязательства поимели. Где их взять было? Конечно, взяли кредиты. А вообще нет вопроса о реструктуризации долга? Да я об этом, Лариса, вот вы когда сказали, что я безумно смелый. Да при чем тут смелый? Это единственный выход. Ну давайте, мы предлагаем. Я думаю, что Хакасия единственная в этом ряду. Я думаю, вся страна в такой ситуации. Сейчас уже больше 40 регионов под 100% идем. Но мы теряем. Мы теряем те деньги, которые могли бы вложить в развитие. Нужно решить это сразу. И не платить, и не выбрасывать эти деньги. И системно, для всех. Для всех. Но давайте приостановим. Мораторий наложим. Просто мораторий. Договоримся с банками. На три года говорим. Не вспоминаем об этих долгах. Все. Гарант государств. Я бы так поступил. Если вы банкам хотите помочь, дайте нам деньги, мы отдадим банкам. Мы отдадим долги. Закрыли. Процедура простая. Но расшивать надо историю. Дальше, понимаете, почему такая уже часть агрессии. Через полгода еще хуже будет. Ну просто хуже. Судя по всему. Мы проедаем заработанные деньги. Так нельзя. Мы могли сегодня отдать их в экономику. Создать больше фермеров. Еще там создать больше продукции. Выйти на рынки. Переработать ее. Рабочие места открыть. Мы можем в своей среде жить. Рубль не выпускать. Как мы всегда говорили. Поним, закон был? Надо главное не выпустить рубль из республики. По кругу пропустить. Вы с первых дней, по-моему, свое управление об этом говорили. Вот это главное. В том плане, что мы должны создать другую экономику. Прямо другую сегодня. Виктор Михайлович, спасибо большое за эти ответы. Но вот у меня такой вопрос еще возник к вам. Вот присутствовала на последнем заседании правительства, либо первом в этом году. И вот вами было сделано такое заявление, что да, год сложный, нужно всем, как говорится, собраться и работать вдвойне, в общем-то, да, не потерпите вы там слезы, сопли, что называется, да, может быть, таким простым языком сказать. И первое китайское предупреждение уже кое-кому сделано. Вот я, может быть, конечно, сверхлюбопытна, но неужели есть кандидаты на вылет уже в этом кабинете министров, либо на ротацию какую-то кадров? Потому что, ну, может быть... Мне очень красиво руководителю заниматься тем, что он кого-то пугает, и в то же время пиарится перед населением, что, наверное, скоро кого-то уволю, что еще что-то. Ну, плохо тот руководитель, который не может заставить другими методами работать в свою команду. Но приходит время, когда ты тоже должен быть честен с теми, кто тебя избрал. Если я вижу, что кто-то не тянет в этой ситуации, я должен принимать это решение. Как бы я ни любил этого человека за прошлые заслуги. Но ситуация складывается так, что в новых условиях человек по-другому работает. Он чего-то боится. А здесь еще эпизоды были, мы знаем, с чем связаны, да? Некоторые попали под уголовное преследование. И на фоне этого остальные просто в тормоз. Встали. Честные абсолютно люди. Но они боятся принимать решения. Неординарные решения. Не всегда, наверное, отвечающие букве закона, на первый взгляд. Но в чем и ценность есть руководителя. Ну, не хочешь рисковать, уходи. Без риска не прорвемся. Мы должны находить сейчас такие пути решения. Неординарные. И только сильный руководитель способен рискнуть. А не закрываться тем, что у него есть ответственность перед супругой, еще кем-то. Наберись ответственности чуть выше. Вот здесь должно сработать, как раз, знаем, называется, амбиции. Вот тут амбицию, пожалуйста. Моя роль как руководителя, ну, наверное, где-то от счастья защитить. В этой счастье руководителя от поползновения иногда несправедливых требований к ним разных фискальных органов. Договориться. Попросите отсрочки на какой-то период. Ну, дайте нам вот сейчас выполнить пункт. Мы потом, потому что иначе не выживем. Жизнь поменялась. Вы видели, как сложной стала. За два года абсолютно другой. Нет кредитов, нет ресурсов, нет инвестиций. Много чего. Нет, 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 нет. Мы должны найти пути, чтобы... Ну, во всяком случае, у Хакасии надо искать. Это процесс. Это экономика, это политика. Если ты не готов к этому, не мучай народ. Я считаю, это справедливо. В той части, да, возможно, я думаю, по февралю будут приняты решения. Спасибо вам огромное, Виктор Михайлович, за это интервью. Я очень рада была с вами очередной раз пообщаться. В очередной раз надеюсь, что это войдет в практику. Мы будем регулярно видеться и давать нашим зрителям возможность слышать вас. Спасибо за честные вопросы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!